Мур, привет, друг, это Зверько и обзор нового героя. Пупу и Лупу, эээ, Попаль и Купа. Сразу вспоминается песенка. Если с другом вышел в путь, веселей дорога. Дорога в ад! И у меня давно назрел вопрос. Напиши в комментариях, если тебе нравятся герои и дети. Для меня поле боя место не для детей. Здесь кровь, убийство и так далее. Даже в моем детстве я предпочитал играть за взрослых персонажей, а в МЛ уже можно организовать детсадовскую группу. Даже не знаю с чего начать. Анимация появления очень кринжовая. Ее, конечно, доработают. Буду честен. Это негативный обзор. Если ты уже видел где-то Пупу и тебе герой зашел, смело вырубай. Дизлайк, отписка и покажи с негодованием это видео родителям. А остальные поехали по навыкам. Купа, атакуя противника, повышает скорость атаки Пополя, который мой мозг все время пытается назвать Лупой. На 10%. Длиной в 3 секунды и стакается до 5 раз. После 5 секунд выхода из боя, Купа начинает самоисцеляться. То есть, Волк это наш личный танк. Чуть подробнее позже. Первый навык. Пополь отправляет Волка в атаку. Первая атака наносит увеличенный урон. Второй навык. Отзывает Волка из атаки и навешивает маленький щит на ХП Пополя. Или Пополя. Третий навык. Можно поставить 3 капкана, которые тупо проектируют зону замедления на 25% к бегу. Серьезно. Давайте я, тому кто придумывал, как выглядят навыки и как они работают, прямо на нем продемонстрирую, как срабатывает капкан. Кстати, у нас в лесу походу скоро будут капканы. А то в город, кажется, настоящие волки принялись выходить. Вчера косулю полуседенную у кладбища нашли. Позитивненькие обзоры от зверьков. Единственное, этим навыкам можно подсвечивать кусты. Хотя, когда капкан срабатывает, персонажа все равно не видно. Ульта. О господи. Делает из Волка альфа-самца. Физическая атака, скорость атаки, физическая и магическая защита увеличиваются на 100%. Продолжительностью в 10 секунд. Также усиливаются первые два навыка. Первый. Волк наносит 4 атаки за секунду. Второй. После долгой анимации, Волк подпрыгивает к пополю. Что за имя? ХЗ куда ударение ставить? Он француз что ли? Подпрыгнув, Волк подкидывает ближайших противников на полсекунды в воздух, нанося урон. Но щит и так по умолчанию навешивает. Дополнительно. Волк атакует тех, кого атакует пополь. Кроме того, Купа получает бонус от предметов, увеличение урона и немного скорости атаки, а также увеличение хп. Но не наносит статусов. И нафиг он тогда нужен? Ни жрут, ни антихил, ни горения. Он даже не исцеляется от своих атак. Дальше. Волк защищает пополе от атак, нападая на агрессора. Но, если хозяина атакует несколько целей, Волк не знает куда бежать и начинает дергаться из стороны в сторону. Капканы, которые по логике работы капканов должны быть незаметны, видимы. Зато к ним можно применять навык прибытия, как к ловушкам вселенной. Но у нее они невидимые. Если Волк умирает, пополь может его призывать, но надо стоять на месте и не получать урона. Если ты нажмешь ульту без Волка, ульта потратится, а Волка-то нет. Если ты залез в кусты, эта тупая собака носится вокруг, выдавая твое местоположение. Боже мой, как же это плохо, скучно и тупо. В это просто больно играть. Ладно, удачи, друг. Будем надеяться, что это говно переделают. Ай, б***ь. А любовь должен не убить.